МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЛАНЕТА ЦЕЛИНА Большая авантюра или путь к спасению страны? Операция прикрытия или борьба с послевоенным голодом? Вопрос продовольственной или национальной безопасности? Больше полувека она ставит в тупик, вызывает гордость и потрясает. Непаханный край загадок. Целина. В Казахстан на целинные земли. Так начался этот год, незабываемый 1954-й. Год великих работ, славных свершений. Комсомольские путевки, знамена, поезда. Ты возьми с собой в дорогу книгу, самый основательный багаж. Из каждого вагона, чаще всего это были теплушки, звучало жизнеутверждающее продолжение. Утро начинается с рассвета. Здравствуй, необъятная страна. У студентов есть своя планета. Это Целина. Глава первая. Операция прикрытия. Все, как в песне обещалось. Первоцелинников встретили жара, ветра, стужа. Зимой до 50 градусов. Но будут степи цвесть. Ведь партия велела, комсомол ответил, есть. Во всех радиоприемниках страны смело входим в грядущее. Хоть дорога нелегка. Все в нашей власти для счастья, для счастья на века. Все действительно только в их власти. Но сначала, как водится, было решение. В конце февраля состоялся пленум Компартии о дальнейшем увеличении производства зерна. Уже к маю 54-го года на земли Казахстана было направлено более 130 тысяч человек. Его родители тоже первоцелинники. Александр Шубин, историк. Выбросили вот эти вот первые группы. Они попали по существу. Ну, дикая степь, никакой инфраструктуры. Обильный урожай созрел на поднятой телене. На первый взгляд, ничего необычного. Примерно так все глобальные замыслы партии и воплощались. На самом деле, битва за урожай была операцией прикрытия. Маскировало строительство космодрома Байконур. Есть такая версия. Маскировка вроде удалась. Мир побудил и заскучал. Опять подвиги совершать будут. И совершали. Конечные пункты прибытия чаще представляли собой лишь колышек в степи. И для него как-то еще добраться нужно. Бездорожье. Преодоление двух сотен километров порой по двое суток занимало. Люди вообще на ровном месте создавали себе жилье, вот, или же, вот, привозили в степи, говорили, вот, ставьте колышек, колхоз там, Путелича создавайте. В свыше 600 тысяч квадратных километров, больше, чем Франция, целина манила, в основном, молодых людей, выросшие на примере панфиловцев, молодогвардейцев, челюскинцев и чапаевцев, искренний и самоотверженный продукт эпохи и идеологии, советский комсомолец. Пошли вот эти вот эшелоны, молодежь, комсомол, то есть дешевая рабочая сила, переводи на другой язык. В поток романтиков легко и, самое главное, незаметно для западных спецслужб вписались эшелоны с ракетной техникой, учеными и военными. Тоже целину осваивали. Мне кажется, что то, что целинная эпопея так искусно была разыграна на казахстанской земле, то это и есть результат такого талантливого режиссирования, что ли, советской власти. Целинная эпопея является одной из золотых страниц в истории нашей области. В старейшем музее республики Кустанайский Краевеческий в 1915-м открыт. Немалая часть его богатств богатству целинного края посвящена. Привозили они с собой самые необходимые вещи, да, вот посмотрите, с акваяжа, чемоданы. В степи появились первые палатки, необычные улицы, полотняные городки. Вот она, неоглядная степь Целина. Затерянные в степи островки растущей жизни с высоты разведполета мало чем друг от друга отличались. Позже вместо палаток ставили домики в зависимости от региона. Где-то саманные, где-то из камыша и осиновых жердей. В общем, размещали как получалось. Например, в будущей столице целинного края, тогда Акмолинске, студентов поселили в старых, еще дореволюционных вагонах. И неважно, есть там у вас, хватает одежды или еды там, или же есть у вас там условия для жилья или нет. Целая у вас палатка или порванная, об этом никто не спрашивал. И пока одни зерно сеяли, другие ракеты собирали. Вот так, самое главное, на самом видном месте спрятали, уверяют некоторые исследователи. Имейте лишние миллионы тонн хлеба, можете позволить себе байконур и все, что с ним связано. Можете позволить себе атомную энергетику, можете позволить себе строительные программы. Не имеете такого, вы получите одно и голод. Одно, неотделимое от другого, или одно другое маскирующее, историки до сих пор спорят, что было первым, байконур или целина. Глава вторая. Хлебный вопрос. Спустя 10 лет Советский Союз так и не оправился от последствий Великой Отечественной. Производство зерна не достигло уровня 40-го года. Страна опять на пороге голода. Но удалось ли накормить родину целинным хлебом? Не напрасен ли был трудовой подвиг, ежедневно совершаемый? Вместо предполагаемых 13 миллионов гектар распахали 43. Вставали рано, ложились поздно. Обед на полевой кухне, трудодень, рубль 80. Уборку урожая надо ввести в сжатые сроки, иначе зерно осыпется или попадет под снег. Работали как черти. Уставали так, что помыться нет сил. Работа круглосуточная, с зажженными фарами. Живем по девизу «надо, надо, надо». Если не мы, то кто же? Я был свидетелем двух самых чудовищных лет Целины, когда практически загублен был весь урожай. Актер и коренной алма-атинец Лев Прогунов. На Целину сразу после поступления в пединститут попал. Возили сено, строили бани, общежития, подготавливали землю под ток. Надо было снимать дерн. Зерно хранить негде. В 1956 году Казахстан сдал свой первый миллиард. В республике Орден Ленина хлеб в стране. Но только в отчетах. Не было готово ни дорог, никаких навесов не было. И миллионы тонн зерна просто гнили, и все сгорело. Дороги были шириной в 500-600 метров. То есть не дороги, а места. И все вот так по колено в зерне. Возили мы в степнях за 300 километров. И вот если на дне вот столько вот оставалось зерна, потому что все выкидывалось во время этого. Людей выкидывали, засыпали. Обычная советская действительность. После битвы за урожай начинается битва с урожаем. Часть, конечно, сохранили. И некоторое время треть или даже половина зерна, производимого в стране, причем высококачественного, была родом исцелены. Тем не менее, уже в 61-м пшеницу стали закупать в Америке. Ответа, удалось ли накормить страну, однозначного нет. Все говорят про плюсы и минусы. Сдернутый плугами дерн уже не защищал почву от ветра. В пыльные бури значительно снизилась урожайность. Пострадала и еще одна отрасль – животноводство. Переселенная на солончаки, она не могла процветать. Эта эпопея с целиной нанесла удар по мясомолочному производству Казахстана. Это известно. Но несмотря на варварские методы освоения первых лет и уменьшение урожаев, случилось именно так, как Хрущев и задумывал. Если бы не целена, индустриальный рывок совершать было бы нельзя. А не совершишь индустриальный рывок, не выдержишь конкуренцию с Соединенными Штатами в гонке вооружений. То есть это уже угроза, ну, по сути, уничтожения страны. Мы должны выиграть время. Нам надо не только получить как можно больше хлеба, но и затратить на получение этого хлеба как можно меньше времени. А там, где спешат, издержки неизбежны. Никита Сергеевич в первую очередь думал о времени. Впрочем, были у него еще кое-какие соображения. Глава третья. Целинная республика. Целиноград вместо Москвы. Новая столица в центре Евразии. Очередная авантюра или вполне реальные планы? Согласно одной из версий, Хрущев собирался перенести столицу Союза. Выдержка из речи Никиты Сергеевича. Исчезнут границы между республиками, а столица будет в Акмолинске. Рожденный трижды. Одноэтажно-провинциальный. Три фабрики, пять школ, семь тысяч жителей. Это Акмолинск до революции. Затем середина прошлого века. Целиноград. Житница Советского Союза и центр области. Сто тысяч жителей. И сегодня миллионный мегаполис. Архитектурно-футуристическое чудо Казахстана. Астана. В 60-е город даже не мечтал о столичном лоске. Тем более сменить Москву на посту столицы. Совсем фантастика. Планы Хрущева более реальные. Целина могла стать 16-й республикой в составе СССР. И почему бы нет? Все лучшее ей. Техника, специалисты. Огромный бюджет. От 18 до 25 миллиардов рублей. Выгодное географическое расположение. Планета Целина. Многонациональная, многоязычная, молодая и перспективная. Средний возраст едва 30. В 1961 году городу присваивают статус центра Целинного края, куда вошли Акмолинская, Целиноградская, как раз как Читавские все области, Карагандинская, все Целинные края. За считанные годы перенаселенный и пыльный Акмолинск превратился в зеленый и вполне благоустроенный оазис в степи. Низкие глинобитные домики, узкие улицы, 80 тысяч жителей. А теперь в городе, получившем имя Целиноград, втрое больше народу. Он едва не весь обновлен, перестроен. В нем десятки промышленных предприятий, 4 вуза, 15 техникумов, где только за три последних года подготовлено свыше 20 тысяч специалистов. Хвала рукам, что пахнут хлебом на въезде трактор К-700 по имени Аманжол, ресторан Золотая Нива, проспект Целинников, микрорайон и дворец, опять же, Целинников. В рекордные сроки, а как же иначе, построен. Визитная карточка столицы края. В начале 50-х на этом месте находился кинотеатр «Родина». А в 1961-м в город приехал Никита Сергеевич Хрущев. И во всем Целинограде не нашлось вместительного помещения, чтобы провести съезд Целинников. Пришлось его проводить в одном из помещений промышленной зоны. Ситуацию исправили быстро, через два года. Да еще как исправили, с каким масштабом и размахом. Осенью 1963 года здесь уже можно было проводить съезды коммунистических партий. В киноаппаратной – 10 кинопроекторов. В холле – ботанический сад с экзотическими растениями. Вместимость зала – 2335 мест. По масштабам и системе оборудования дворец Целинников считался вторым после Кремлевского дворца съездов. Однако дальше идеи создания 16-й республики дело не продвинулось. В Алма-Ате категорически против. В главном законе страны прописано – границы республик неделимы. В общем, помогла Конституция. Да и кресло под Хрущевым уже покачивалось. Москва никуда не переехала, новой республики не случилось. Но так или иначе, все это свидетельствует об особом отношении главы Советского Союза к Целинограду. В районах освоения Целины побывал в защитивший Казахстан первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев. Статус столицы Целинного края после смещения Никиты Сергеевича город потеряет. Но он все равно станет столицей. Да и Целина, несмотря на все против, была и остается важной вехой в истории. Более чем за полвека – почти 4 миллиарда тонн зерна. И до сих пор работает непаханный край загадок – Целина. Как символ крепкой дружбы Целина. Продолжение следует...